Управляющие компании подлежат лицензированию. 4 июля на последнем заседании Госдумы был принят соответствующий закон. Новый документ предусматривает обязательное лицензирование всех организаций, которые оказывают услуги жителям многоквартирных домов. Исключение составит кооперативы и ТСЖ. По словам специалистов, закон вступит в силу уже в этом году. В нем будут предусмотрены и административные наказания за несоблюдение новых правил. Закон вступит в силу с 1 сентября 2014 года и до 1 мая 2015 года все организации, которые хотят заниматься этой деятельностью, должны будут получить лицензию. С 1 мая 2015 года осуществление этой деятельности без лицензии будет считаться административным правонарушением. И ответственность, которая установлена, будет установлена этим же законом, путем внесения изменений в КАП, будет составлять до 500 тысяч на юридическое лицензию. Сегодня на территории Саратовской области действует около полутора тысяч организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. 180 из них – управляющие компании. По словам представителей добросовестных компаний нового закона, они не боятся. Добросовестные компании, которые сейчас работают на рынке города Саратова и Саратовской области, они абсолютно не боятся лицензирования, они готовы к получению лицензий. Но вопрос, наверное, более серьезный и более глубокий. То есть это жилищный фонд, которым управляют управляющие компании. То есть, скажем так, гораздо, наверное, проще было бы и вообще будет управлять теми домами, не то, что мы говорим о новых, а старых, а теми домами, которые участвовали в федеральных программах. Помимо обязательного лицензирования, в новом законе будут внесены дополнительные положения в ЖКХ, в которых будут описаны требования по созданию ТСЖ. В результате таких поправок чиновники рассчитывают уже в ближайшие годы прийти к так называемой формуле «одно товарищество, один многоквартирный дом». Продолжение следует...